Знаешь, что там происходит? Там не драка случайно. Беленькая. А с Лёликом они вдвоём туда залезли. Блин, тут где-то малыши ещё должны быть. И тут такие прыжки по ней. Иду сейчас смотреть, что с нашими кроликами. Заодно мне нужно посмотреть. Звонят по белому кроличонку и спрашивают, мальчик это или девочка хотят забрать. К кроличатам сегодня 30 дней. Я объясняю человеку, что брать его нельзя в 30 дней. Кроличат нужно брать там 45 дней после прививок. Нет, я хочу кроличонку взять сейчас, посмотрите, мальчик или девочка. Я понимаю, что я не смогу отдать ему кроличонку, потому что реально я понимаю, что с одной стороны все хотят купить их такими маленькими, няшными в 30 дней. Они самые классные, но они ещё не приспособлены к самостоятельной жизни полностью. Они вроде бы едят и делают, но у матери в 30 дней меняется состав молока. И тот состав молока, который меняется, помогает вырабатываться ферментом, который помогает переваривать новые виды пищи. А так как у них очень чувствительные желудочки, это действительно их проблема. Тут самый такой главный момент, как вовремя отнять кроличонка от матери. Нет, всё равно всегда эти вопросы. Мы хотим месячного кроличонка. Ребята, ну не хотите месячных кроличат. Их нужно покупать 40-45 дней. Лучше, конечно, ещё позже. Но проблема в том, что все хотят маленьких няшных, а маленькие няшные, они там до 45 дней. Но подождите хотя бы этого времени. Иду смотреть, что там с нашими кроликами. В этом кроличатнике у нас мало кроличат. У нас здесь только Баффи. Вот новая Белочка. И малыши... А, Лёлик ещё. Потому что тех мы забрали. Вот наша Баффи. И где-то здесь ещё должны быть маленькие кроличата. Но я не знаю, что-то их совсем так запрятали, чтобы совсем не видно было. Но где-то они здесь есть. Где-то есть ещё малыши. Так, где там наш белый кроличонок? Ого, вылазь спинёчка! Нужно проверять, мальчик ты или девочка. Лёля, как ты тут за хозяйством своим смотришь? Хорошо? Чух-чух-чух-чух-чух! Чух-чух-чух-чух-чух-чух! Вы видели эту скорость? С какой они бегают? Так, как вас оттуда теперь выманить? Ничего себе, вы там запрятались! Ага, вот маленький беленький сейчас буду ловить. Такая забавная семейка. Мама, папа, детки. Все такие потешные, все такие весёлые. Поставили, видите, мы сюда тоже импинёчек. У нас сейчас... У нас вольерное содержание кролика. Всё хорошо, так у нас одна проблема. Это с тем, что рожают они хаотично. Естественно, при таком содержании. И рожают где хотят. И вот последние разы они у нас все решили рожать в сене. Я не все видео ещё успела выложить. Что-то у меня так не получается как-то выйти на тот момент, что я снимаю тогда, в тот день, когда происходит. Очень стараюсь всё-таки на это выйти. Но осталось какое-то количество старых видео, которые вы тоже будете смотреть. И может будет что-то вас удивлять, что почему так произошло или по-другому. А мы об этом ничего не знали. Ну, тех, кто нас постоянно смотрит. Так вот, у нас кролики стали рожать в сене. И мы ставим маточники, но они в них отказываются рожать. Что там происходит? Там не драка случайно? Ага, нет, она залезла. Беленькая. А, с Лёликом они вдвоём туда залезли? Блин, тут где-то малыши ещё должны быть. И тут такие прыжки по ним. Нехорошие. Да. Блин. Тут дети, они прыгают просто как поэт. А там под низом этого сена есть ещё маленькие крольчата. Вот. Ну, как бы тут вот такой момент происходит у нас именно с организацией. Мы всё пытаемся понять, как нам это лучше. Они стали залазить вот сюда, наверх этих сиников рожать. И может, на самом деле, это не самый плохой вариант. О, малыши здесь. Малыши вообще здесь бегают, вроде бы это их домик. То есть они не этот туалет, он там стоит в уголочке. Вроде бы это их домик. И они в этом домике чудачи, да, малыш? Где ты тут маленький? Ой. Блин, как он просто проскочил у меня между ногами и куда-то убежал. У некоторых ушки уже упали, у некоторых ушки ещё не упали. Что у вас тут есть? Водичка есть? Соль есть? Всё у вас есть? Водичка, кстати, жёлтая такая-то, потому что добавляем йод от профилактики кокцидиоза. Вон, ребята, что-то думают ссориться им, не ссориться, бегают. Вот наш второй крольчатник. Тут тоже бегает куча малышей и взрослых кроликов. Кто-то кушает, кто-то отдыхает. В общем, у всех всё идёт как обычно. Интересно, у разных крольчек по-разному ожидаются крольчаты, у кого-то когда опускаются уши, у кого-то позже, у кого-то раньше, у кого-то в три недели уже опускаются, у кого-то до двух месяцев они ещё торчат. Вот такие интересные особенности есть. Поэтому маленьких веслоухих кроликов, если вы видите, что торчащие ушки, как бы такое может быть. Но, правда, тут другая проблема, что могут вам сказать, что это кролик веслоухий, а она кажется прямоухий. Но тут уже надо надеяться на честность. Приглашаем вас посмотреть другие наши видео, которые вы сейчас видите на экране. А также, если ты забыл подписаться, нажимай на изображение нашей мамы и меня и подписывайся. Ваш кот Макс. Субтитры сделал DimaTorzok